Вчера, около половины 12 дня, автобус пас шестого маршрута. Спускаясь по Октябрьскому проспекту на перекрестке возле магазина «Эдем», столкнулся с «Тойотой Спринтер», водитель которой поворачивался с проспекта строителей, он двигался со стороны кольца на тот же самый Октябрьский. Ехали с кладбища, заворачивали на Октябрьский, а потом уже пришелся удар на левую сторону, не затормозил автобус. Водитель сориентировался чуть-чуть вправо, увел удар, наш водитель. Все мимолетное полетело. В машине где были? Рядом с водителем сидел. На мою сторону удар пришелся, на переднее сиденье. Я ехала в автобусе с больницы, на переднем сиденье к саферу головой. Ну и он только успел крикнуть «Держитесь!». Ну и все у нас, пол автобуса детей было. Все напряглись, ноги упали. Я кого-то подержала, рука в крови, но я ничего не поранилась. Видно кого-то. Ну а у меня сотрясение у самой было давно. Видно меня вот сейчас, почему меня и шатает. Меня сильно тряхануло. Ну и все в основном так, и мы вышли. А скорая была, она осмотрела людей? Да нет, только вот, которые в машине были. Ну они, видите как, сильно пострадали. А мы-то ничего. Только я не знаю, кто ко мне упал на руки. Это кондуктор вроде бы. Да, кондуктора я поддержала, видимо. Вот кровь ее. А куда они делись потом, я не знаю. Ни шофер, ни... Ой, извините. Ну как я видела, сидела в окошко, смотрела просто. И автобус залетел в это, в машину. Ну сильно, прям пылища была вообще. Кошмар. Дальше ничего, люди все повыходили с автобуса. И с машины, получается, женщину вытащили. Ну как бы вывели ее. Да, вот мужчину потом уже вытаскивали. Скорая сразу приехала, да. Сразу приехали пожарники, скорая и милиция сразу приехали. Скорая осматривали? Да, они смотрели, давление мерили там. Вот это вот все. Глядя на искореженный металлолом, в который превратилась легковушка со стороны пассажирского сидения, остается только поздравить молодого человека со столь незначительными последствиями столкновения. К сожалению, не все пассажиры спринтера отделались так же легко. Состояние поступившего расстояния как относительно удовлетворительное на данный момент. Значит, поступила женщина с диагнозом сотрясения, предварительным диагнозом сотрясения головного мозга, уши в мягкие ткани лица, уши в грудной клетке. И парень молодой с также сотрясением головного мозга, закрытый перелом ключицы правой, уши в грудной клетке. Сейчас данные пациенты находятся на стадии госпитализации и дополнительного обследования. А да, еще был один парень, родственник, как я понял, это семья ехала. У него ссадины левой верхней конечности и уши в грудной клетке. Ну, он, скорее всего, будет амбулаторно. А предыдущие два пациента госпитализированы. Как выяснилось позже, то, что это дорожно-транспортное происшествие обошлось без жертв, счастливая случайность, но никак не результат сложения опыта и умения водителей. Водитель маршрутного автобуса марки ПАЗ, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту номер 6, находясь в состоянии наркотического опьянения, не справился с управлением автобуса, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Спринтер» под управлением 30-летнего мужчины, который также находился в состоянии наркотического опьянения. Дальнейшую судьбу водителей, встретившихся при столь серьезных обстоятельствах, определит проводимое сейчас административное расследование, в ходе которого будут установлены истинные степени тяжести вины обоих участников дорожно-транспортного происшествия. К слову сказать, сегодня утром на том же Октябрьском проспекте произошла еще одна авария с участием пассажирского ПАЗа. К счастью, из-за поломки водитель незадолго до этого высадил всех пассажиров. Во время разворота в районе магазина «Кедр» на Октябрьском 20 ему в борт въехала еще одна «Тойота», только уже «Колдина». Жертвы пострадавших нет.